За время своего существования человечество накопило огромное количество тайн и загадок, которые на первый взгляд кажутся нам абсолютно неразрешимыми. Пришло время пролить свет на белые пятна в нашей истории, что бы это ни было. Судьба древнего артефакта или закулисная борьба за власть? Тайна загадочного убийства или холодный расчет сильных мира сего? Ничто не останется нераскрытым, ведь после любого преступления остаются улики. В нашем случае это улика из прошлого. 18 июня 2023 года. Все мировые СМИ взрывает новость. При погружении к легендарному Титанику неподалеку от канадского острова Ньюфауленд на глубине 3800 метров пропал туристический глубоководный аппарат «Титан». На борту находились пять человек, среди которых его создатель «Стоктон Раш», капитан судна и трое гостей-миллиардеров. На последний рейс мог попасть и всемирно известный кинорежиссер «Титаника» и следователь морских глубин Джеймс Кэмерон. «Стоктон Раш» спросил меня, не хочу ли я отправиться туда и понырять в этом сезоне. Мне это было совершенно неинтересно. Спасательная операция закончилась, когда в полукилометре от «Титаника» глубоководный робот на дне обнаружил все, что осталось от «Титана», сплющенное огромным давлением части конструкции. Эксперты утверждают, у путешественников не было шансов на спасение. Взрыв внутрь, имплозия был почти мгновенным. Отрезка они услышали наверняка, потому что труба в слабом месте, воздух не успевает там выйти. Но все не так просто. Есть версия, что трагедия в Атлантике – это изощренное убийство. Путешественники-миллионеры, оказывается, задолжали влиятельнейшим людям на планете огромную сумму денег. Нет, у человека нет проблем. Это формула, которая существует очень давно. А может быть, это эффектная постановка, чтобы толстосумы могли навсегда скрыться от посторонних глаз? Ведь останки погибших так и не найдены. Подводную драму в Атлантике на четверо суток сделали сверхрейтинговым телешоу. Зачем? Ведь о взрыве батискафа американские военные узнали тут же. Сработала секретная гидроакустическая система для обнаружения подводных лодок. А теперь смотрите внимательно. У меня в руках улика. Официальное заявление прокуратуры США штата Делавер. Согласно документу, сын американского президента Хантер Байден пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Дата 20 июня 2023 года. Как это связано с Титаном, спросите вы? Да все очень просто. По одной из версий. Эту скандальную новость американские телезрители не замечают. Весь телеэфир забит сообщениями о спасательной операции. Поиски батискафа – это отвлекающий маневр. Циничный цирк, который длится еще два дня, пока проделки Байдена-младшего не уходят в тень. Что же на самом деле происходило в Атлантике после сигнала бедствия? Была ли вообще сама спасательная операция, или это всего лишь навсего фейк американского телевидения? Давайте попробуем во всем этом разобраться. Настораживают и опубликованные данные о команде проектировщиков «Титана». Ее подбирали не по профессиональному, а по модному ныне принципу. Из сексуальных меньшинств и лояльности к антироссийскому движению «Блэк Лайфс Мэта». Профессионалов-подводников среди них было немного. После трагедии эту информацию постарались оставить за кадром. Сейчас так в Штатах принято, в том числе в хай-тек-области, которая достаточно на самом деле близка ко всему этому политезу. Наконец, почему разработчики не использовали опыт создания советских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые доказали свою надежность, не раз погрузившись к обломкам «Титаника»? Лицензия на самоубийство. Кто разрешил «Титану» перевозить туристов? Любовь до гроба. Как Стоктон Раш стал фанатом углепластика? Мгновенная имплозия. Наш взрывоопасный эксперимент. Космос внутри «Титаника». За что Джеймс Кэмерон полюбил аппараты «Мир»? Сопоставляя факты и версии, сложно поверить, что все произошло в США. События разворачивались так, словно Америка – технологически отсталая страна третьего мира, где не действуют законы и элементарные правила безопасности. Официального, так сказать, сертификата на безопасность плавания у них нет. Сертификат выдает классационное общество. У них там есть американское такое общество American Bureau Shipping. Это морской регистр, который вот и следит за созданием аппаратов в процессе строительства, и потом следит за его эксплуатацией. Невероятно, но все погружения совершались на страх и риск клиентов. Все клиенты перед погружением подписывали договор, который снимает любую ответственность с компанией Ocean Gate. Там формулировки, то, что они могут погибнуть, встречаются неоднократно. Только на первой странице слово «смерть» встречается три раза. А если кто-то задавал лишние вопросы, владелец «Титана» Stockton Rush объяснял. Во всем виноваты американские бюрократы. Мол, многочисленные ограничения и правила тормозят развитие прогресса и инновационных проектов. Говорить о том, что аппарат делали, так сказать, профессионалы, что он опередил время, я бы не стал. Я бы сказал, что это даже не прошлый век. Мы же живем в 21 веке, понимаете. Это даже не середина 20 века, когда еще уповали на Бога. Rush и его команда прежде всего воспользовались лазейкой в законодательстве США. Суда, которые работают в нейтральных водах, а место, где затонул «Титаник» именно в этой категории, не проходят обязательную сертификацию. Комиссия по безопасности не сертифицировала этот аппарат, потому что сам создатель аппарата не хотел этого. Если бы он был сертифицирован, как он говорит, тогда они бы диктовали ему то, что он не должен делать. А человек по сути своей авантюрист, он любил нарушать правила. Кто же такой Ричард Стоптон Rush III? И почему он так безответственно относился к своей и чужим жизням? Он не просто элитарных, он из исключительно элитарных кругов Соединенных Штатов Америки. Он потомок сразу же двоих отцов-основателей США, которые поставили свою подпись под декларацией независимости. Он закончил исключительно элитарную школу, знаменитую. Поэтому ему, очевидно, позволялось то, что не позволялось другим. В 19 лет Rush получил лицензию коммерческого пилота. Но из-за недостаточной остроты зрения не смог стать военным летчиком. Поработав в компании «Макдоналд Дуглас» инженером полетным испытанием истребителей F-15, он решился на постройку собственного легкомоторного самолета «Гласс Эйр» из углеволокна. С этого момента Rush становится настоящим фанатом этого композитного материала. Создал свой самолет, который тоже, как и аппарат «Титан», не был сертифицирован, но, тем не менее, летал и летал неплохо. А «Стоктон-Раш» хотел все-таки полететь в космос, но в какой-то момент отказался, поскольку посчитал, что это слишком такой стерильный, что ли, рафинированный туризм. А он хотел быть командиром корабля. Далее еще один удачный проект уже в качестве командира корабля. Подводная мини-лодка «Циклоп-1». Конечно же, из любимого углеволокна. Она была рассчитана на погружение до 500 метров, а путешествия стоили 25 тысяч долларов. Rush лично водил подводные экскурсии к местам известных кораблекрушений. Похоже, эти успехи вскружили ему голову. Фортуна была на стороне бизнесмена, и он взялся за главный, фатальный проект своей жизни – «Батискав Китан». У меня в руках бестселлер американского журналиста Эшли Вэнсон. Илон Маск «Тесла, SpaceX и дорога в будущее» – издание 2015 года. Здесь биография одного из самых эксцентричных изобретателей современности. Оказывается, в начале 2000-х Маск дважды приезжал в Москву и вел переговоры о покупке нескольких баллистических ракет «Днепр». Ракеты шли на списание, но бизнесмен-конструктор хотел их использовать для доставки мышей и растений на Марс. Но что-то пошло не так, и ракеты остались в России. А Маск взялся за собственную космическую программу. Для нас важнее другое. Как грамотный инженер, Маск учел богатый опыт советского ракетостроения, сделал верные выводы и получил нужный результат. Ракеты «Фалкон» все же полетели в космос. Но почему разработчики «Титана» не пошли тем же путем и отбросили опыт строительства советских глупоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2»? Цилиндр или сфера? Что безопаснее для акванавта? Неуловимый пингер. Почему военные США так долго спасали «Титан»? Взрывная имплозия. Краш-тест с огромной бочкой. Космос в «Титанике». С какими словами Джеймс Кэмерон погружался в пучину? Батискаф – это аппарат для исследования на больших глубинах. По классической схеме он состоит из двух основных частей – легкого корпуса и прочного корпуса. Легкий корпус обеспечивает погружение и всплытие, а в прочном находятся сами исследователи. Прочный корпус должен обладать максимальной надежностью. Обратите внимание на конструкцию самых известных в мире батискафов. Это триест, достигший дна Марианской впадины. Американский аппарат «Алдвин». Французский «Ноутил». Ну и, конечно же, наши легендарные батискафы «Мир-1» и «Мир-2». В каждом аппарате прочный корпус выполнен в виде сферы. Такая форма обеспечивает максимально эффективное противодействие высокому давлению на глубине. И только «Титан» выбивается из общего ряда своей бочкообразной, скажем прямо, спорной конструкцией. Почему же разработчики «Титана» отвергли 70-летний опыт строительства батискафов? Прочный корпус глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», разработанных в 1979 году, был сделан из уникального сплава – марагена. Это высоко легированная сталь с 18% никеля. Вот этот материал, он обладает высокой текучестью, примерно в два раза больше, чем «Титан». Они гораздо более надежные, эти аппараты. Рассчитаны они на 6,5 тысяч метров. Делались они в Финляндии. Фирма называлась «Раумарепола». В 1984 году в кабинете президента Финляндии Мауна Койвеста прозвучал звонок. На том конце провода его приветствовал тогда еще вице-президент США Джордж Буш. Он заявил, что американцам известно о контракте с советскими подводниками и настоятельно просил его заблокировать. Соединенные Штаты воспротивились этим проектам, потому что в конце 40-х годов была создана комиссия по недопущению экспорта в Советский Союз новых инновационных технологий. Соединенные Штаты, конечно, хотели остаться гегемоном и в этом исследовании океана, безусловно. Койвест объяснил, что этим проектом занимается частная фирма. И что правительство не может ничего сделать, если она не нарушает законов. Джордж Буш пригрозил проблемами для финских компаний по всему миру и положил трубку. Для них это очень важно, поскольку подобные аппараты могут резать телекоммуникационные кабели, и главное, они могут уничтожить систему обороны американского побережья от подводных лодок, ту самую гидроакустическую сеть. Но страхи американцев оказались напрасны. Все 35 экспедиций в Атлантический, Тихий и Индийские океаны были мирными. Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон был в восторге от надежности и творческих возможностей наших аппаратов. Он лично совершил 33 погружения, и каждый из них сравнивал с полетом в космос. Эти высокотехнологические погружения были похожи на космические миссии. Ты забираешься в капсулу, спускаешься в эту темную враждебную среду, откуда тебя не спасут, если сам не сможешь всплыть. И я подумал, я как будто живу в научно-фантастическом фильме. Как же это здорово! И за все 9 лет ни одного серьезного ЧП. Почему же весь этот колоссальный опыт создателей «Титана» перечеркнули? Это была такая авантюра Стоптона-Раша, и он не хотел использовать опыт уже известных глубоководных обитаемых аппаратов, таких как «Мир-1» или «Мир-2». Он хотел создать что-то новое. Новизна, инновационность. Вот бренд, который раскручивала на публике компания «Оушенгейт». А на практике аппарат «Титан» строился в кратчайшие сроки с минимальным бюджетом. Сэкономили на многом. И вот цилиндрическая часть. Она целиком не металлическая. Она из сотен, а по-моему, даже тысяч слоев углеволокна. Вообще толщиной до 12 лет. И любопытно, где он взял это волокно. То есть он воспользовался своими связями в компании «Боинг» и купил списанное углеволокное нить. Ну и, соответственно, там как-то, в общем, создали, намотали эту конструкцию. Часть комплектующих «Оушенгейт» позаимствовала у обыкновенного туристического автоприцепа. В качестве балласта использовали строительные свинцовые трубы и мешки с песком. А основной глаз-иллюминатор, похоже, приобрели со скидкой. Он изначально был непригоден для погружения к «Титанику». Иллюминатор сертифицировался на глубину 1300 метров. А глубина, где покоится «Титаник», составляет почти 4000. Инновационность этого аппарата заключалась в том, что он действительно был сваен не из металла, не из титана, не из стали, как прочие глубоководные аппараты, а именно из углепластика, из композитных материалов. Собственно, вот эта инновационность его и погубила, судя по всему. 27 июня 2018 года. Первое погружение «Титана» на глубину 4 километра. Аппарат работает в беспилотном режиме. Управление с борта корабля-носителя ведет «Стоктон Ранш». Все идет по плану. Корпус «Целл» и «Воушенгейт» полагают, что сам факт погружения на максимальную глубину гарантирует безопасность. Они его, наоборот, только повредили этим, потому что они не видели, где критический прогиб корпус, цилиндрические трубы, нагрузки неравномерные, где-то прогиб больше получается. Но есть ли шанс, в принципе, построить безопасный глубоководный аппарат не в виде сферы, как у аппаратов «Мир», а в виде бочки, как у «Титана»? Выясним это в ходе нашего взрывоопасного эксперимента. Смоделируем условия погружения «Титана». В качестве подводного аппарата 200-литровая стальная бочка. Вместо толщи воды – земная атмосфера. Из школьного курса физики мы знаем, что атмосфера давит на поверхность всех тел, в том числе человека, с усилием 1 тона на квадратный метр. Площадь поверхности бочки – 2,2 квадратных метра. Значит, атмосфера оказывает на нее давление в 22 тонны. В обычном состоянии бочка сохраняет свою форму, потому что давление внутри и снаружи одинаковое. Создадим значительный перепад давлений снаружи и внутри, словно при погружении в океан. Сначала повысим давление внутри бочки с помощью горячего водяного пара. Для этого начнем ее подогревать снизу газовой горелкой, а внутрь выльем чайник кипятка. Пока бочка разогревается, разберемся, на чем же еще сэкономили создатели карбонового аппарата. В моих руках еще одна улика, которая отсутствовала на Титане. Этот небольшой цилиндр – подводный локаторный маяк. Пингер – сигнализатор. Его обязаны устанавливать на борту всех как надводных, так и подводных кораблей. Почему? При погружении в воду Пингер начинает раз в секунду излучать специальный ультразвуковой сигнал, который хорошо распространяется о воде, но при этом не слышен человеку. Зато его прекрасно ловят гидроакустики, и случись что, быстро определяют место катастрофы. Почему же такого устройства ценой всего тысячу долларов не оказалось на Титане? Зачем осложнять поиски батискафа в случае аварии? А может быть, его владельцы сознательно прятали лодку в толще воды? Спрятать информацию о мгновенной гибели экипажа как минимум на четыре дня пытались не только сотрудники «Оушенгейт», но и военные США. О том, что на борту «Титаника» все было кончено еще при погружении, им стало известно тут же. Сработала гидроакустическая система обнаружения подводных лодок. Каждый, так сказать, подводник грамотный, он понимает, что там случилось что-то фатальное. Это только дилетанты могут вот так вот расширять поиск там и прочее. Здесь надо сразу действовать, надо, значит, туда приводить какие-то технические средства, которые могут опуститься на эту глубину, искать его там. Тогда зачем из трагедии в Атлантике было устроено телевизионное шоу со спасательной операцией? Зачем родственников погибших держали в неведении несколько суток? Масштабные поиски продолжались 96 часов, а канал «Ньюс Нейша», как в пошлом блокбастере, запустил на экране обратный отсчет до окончания воздуха в батискафе. Поиски продолжали четыре дня. Они обыскивали все вокруг. Они бегали с горящими волосами. Подводная лодка была там, где она и стояла. Она находилась на морском дне, ниже своего известного местоположения. И я знал, что именно там ее и найдут. Обломки Титана действительно обнаружили на дне в полукилометре от развалин Титаника. И многим стало ясно. Весь этот поиск – хорошо срежиссированная постановка. Но в чьих интересах? В эпоху информационных войн любое событие, которое является топовым, оно имеет огромный потенциал его использования в форме политического капитала. Лица, принимающие решения, я думаю, речь идет о Белом доме, которые эту информацию получили, они ее придержали. Ее использовали для отвлечения внимания от процесса по делу Хантера Байдена. Очень правдоподобно. Увести зрителей в сторону помогли современные информационные технологии. Для начала была закручена долгосрочная интрига. Журналисты, используя красочные компьютерные картинки, выдвинули сразу пять версий происшествия. Потискав, запутался в обломках Титаника. У него разрядились аккумуляторы. Лопнул единственный глаз иллюминатор. Без гидроакустического локатора ослепленный титан с чем-то столкнулся. И, наконец, самый оптимистичный вариант. Аппарату удалось всплыть, но его пока не обнаружили. Для этого есть люди специально подготовленные, которые умеют создавать все, что угодно. Вбросы так называемые, от которых человек шалеет просто. Это очень хорошо сформулировал когда-то Марк Тойн. Никого не интересует, когда собака, бегая по улице, кого-то искусала. Вообще ни одного человека. Но если человек искусал собаку, это уже совсем другое. И пока ВМФ США расширял зону спасательной операции, а телерасследователи отрабатывали каждую версию, прокуроры вменили сыну президента Америки Хантеру Байдена нарушение, за которое можно легко получить пожизненный срок. Махинации с налогами, незаконное владение огнестрельным оружием, употребление наркотиков, список можно продолжать долгое. И что в итоге? Хантер пошел на сделку со следствием, частично признал вину и с облегченной совестью вышел на свободу. Правда, миллионы телезрителей по всему миру пропустили это событие. Их увлекли подводным триллером. В Америке стартовала предвыборная гонка. И вслух об этом стараются не говорить. Даже Кэмерон многозначительно состроил гримасу на вопрос, почему же так долго искали Титан. Тогда мы возвращаемся к тому, почему власти предпочли не говорить о том, что им было известно. Событие абсолютно непонятное. Поэтому и не зря чем-то собирается снимать кино про этот батискав. Это просто какая-то чепуховина, за которой стоит совершенно какая-то другая история. Разгон вот этой темы, разгон этой непонятности, конечно, очень важен для того, чтобы отвлечь внимание или привлечь внимание к чему-то. Как только были найдены обломки Титана, все решили откреститься от подводной аферы. Мол, аппарат проектировали, прикрываясь коммерческой тайной, не советуясь со специалистами, и ошибочно сделали ставку на спорную технологию. Так ли это? Вернемся к нашему взрывоопасному эксперименту с бочкой. Напомним, мы проверяем, насколько уязвима бочкообразная форма подводного аппарата перед внешним давлением. И для этого уже раскалили 200-литровую емкость. Внутри создали повышенное давление с помощью водяного пара, о чем свидетельствует подпрыгивающая крышка. А теперь, внимание! Завинчиваем пробку, тушим газовую горелку, бросаем на крышку лед и начинаем поливать бочку холодной водой. Кто бы мог подумать? Бочку буквально сплющило. Температура внутри понизилась, давление резко упало. Разность внешнего и внутреннего давлений оказалась настолько высока, что все 22 тонны атмосферного столба обрушились на стальную емкость. Именно это специалисты называют имплозией. Имплозия – это так называемый взрыв внутрь. Представьте, на глубине 3800 метров, где покоится Титаник, давление – 380 атмосфер. А внутри обитаемого подводного аппарата – одна атмосфера. Это огромный-огромный перепад давления. И в этот момент, когда разрушается материал корпуса, то взрыв происходит внутрь. Подобные техногенные катастрофы – нередкость там, где используют цистерны для перевозки газов и жидкости. Ничто не способно устоять перед многотонной силой природы, если относиться к ней халатно. Знали ли разработчики Титана о подобной уязвимости своей конструкции? Думаем, да. И знали, как бороться с огромным давлением на глубине. Экипаж должен находиться не в цилиндре, а только в стальной сфере. На большие глубины аппарата делаются сферические формы, потому что равномерно обдавливаются. В теоретической механике, в сопромате, сфера – это самая идеальная форма для сопротивления статическому давлению. Ну, в данном случае, гидростатическому давлению. А цилиндров менее. Таким образом, цилиндрическая форма Титана изначально ставила под удар безопасность всего аппарата и его экипажа. Плюс экономия на качественной дефектоскопии, слепая вера в свою правоту и в результате... Трагедия. Оушенгейт в очередной раз разрушила миф о том, что все дорогое обязательно высокого качества. Получить такой документ мечтает каждый искатель приключений. В моих руках копии сертификата Гиннесса о самом продолжительном времени, проведенном в Марианской впадине, самой глубокой точке нашей планеты. А рекорд установили два миллионера-путешественника Хэмиш Хардинг из Великобритании и Виктор Вискова из США. Они вместе пробыли на глубине 11 километров 4 часа 15 минут. Говорят, накануне трагедии Титана Вискова отговаривал Хардинга погружаться на батискафе. Что же так смутило американца? Почему погибший Хардинг не раскусил авантюриста Стоктона Раша? Зачем он, искушенный следователь, сел в странную без сертификата безопасности в очку? По словам друзей, Раша обладал даром обаяния. Он фанатично верил в свой успех и заражал своей верой окружающих. Вопреки инстинкту самосохранения, В декабре 2020 года, несмотря на неполадки, он в одиночестве достиг 4-х километровой глубины, лично управляя Титаном, а уже в 2021 и 2022 отправил первые группы туристов к обломкам Титаника. Стоимость билетов в четверть миллиона долларов не отпугивала пассажиров. В ближайшие месяцы планировались еще 18 экспедиций. Здесь звезды сошлись, да, авантюрное предложение нашло своих авантюрных клиентов, авантюрный спрос. Конечно, он был включен не только в американские элитарные круги, и в мировые. То есть его познакомиться с богатыми клиентами, с сумасбродными миллиардерами, вот, не составляло никакого труда. Более того, он знал, какие миллиардеры сумасбродны. Вот, и мог совершенно, так сказать, не тратя время найти к ним подход. Одним из таких чудаков оказался представитель богатейшей семьи Пакистана Шахзад Давуд. Несмотря на успехи в бизнесе, он считался странным человеком. Спонсировал институт сети, занимающийся поиском внеземного разума. И фанатично мечтал посетить место гибели Титаника. Мечта почти сбылась. Но в последнее свое путешествие он взял 19-летнего сына Сулеймана. Эти бедняги в день отца заплатили полмиллиона долларов за это дело. Это трагедия. Это ужасно, и в этом не было необходимости. Но как в эту компанию чудаков мог попасть профессиональный подводник Полянри Наржоле? Француз 22 года отслужил во флоте. В 1986 году заинтересовался загадками Титаника и совершил 35 погружений к лайнеру. Он поднял наверх более 5000 предметов с затонувшего корабля. То, что он сел в этот аппарат, это говорит о том, что особо не вникал. Но все равно он в теме должен быть. Что такое Титан, что такое этот корпус, что его испытали вот так. Ни одно трибуне не было выполнено. Вряд ли это беспечность. Наржоле был одним из директоров компании, которой принадлежит затонувший лайнер-гигант. Это многомиллионная собственность, которая должна приносить доход. Чем больше экспедиций в подводный музей, тем больше прибыль. Возможно, француз был единственным в мире, кто решился зарабатывать с таким риском для жизни. Да еще в 77 лет. Несмотря на почтенный возраст, ему пришлось привыкать к инновационному, точнее детскому способу управления аппаратом. Смотрите далее. Детский джойстик. Инструкция для совершения катастрофы. Убийство под водой. Кому помешали пассажиры Титана? Этот гаджет сегодня можно купить в любом интернет-магазине. Джойстик геймпад Logitech. Модель F710. Казалось бы, такому устройству можно поручить только управление в компьютерных играх. Но разработчики Титана считали себя революционерами и первопроходцами. Вот этим, вечно залипающим кнопкам, рычагам, время от времени зависающему дистанционному блютусу, доверили жизнь и безопасность пассажиров. Что это? Беспечность? Глупость? Хитрость? А может быть, и сознательная халатность. Мы приобрели точно такой же джойстик в магазине и предложили профессиональному геймеру Сергею Свиридову сыграть на симуляторе подводной лодки. Подключение гаджета к компьютеру – еще тот танец с бубнами. Я установил всю эту историю. Видно, что это хлипкая. Но это на стольких уровнях плохо, но я не могу. Драйвера, слепые зоны. Подключается по 30 минут. А это в 2023 году мы существуем. Вообще-то это нормально? Далее пытаемся понять, насколько надежна связь по блютусу. Постепенно отходим от компьютера, и на расстоянии трех метров сигнал пропадает. Для сравнения, длина карбонового цилиндра, в котором сидели пятеро путешественников Титана, почти два с половиной метра. Но если учесть, что тело человека хорошо поглощает радиоволны, особенно в такой тесноте, то надежность блютус-соединения стремится к нулю. Джойстики бывают разные. Но компания Logitech, она всегда производила плохие джойстики. И вот этот джойстик особенно плох. Он плох с точки зрения программного обеспечения, он плох с точки зрения управления, и он плох с точки зрения надежности. Наконец, погружение к Титанику. Виртуальное. Залипающие кнопки, нечувствительный стик устройства, неявные отклики на сигналы контроллера время от времени приводят к потере управления игрушечной подлодкой. И когда мы оказались уже у обломков Титаника, имитируем неожиданный обрыв связи по блютус. Согласно алгоритму программы, подлодка уверенным курсом врезается в дно. Другого финала и быть не может. Конец игры. Такой джойстик, он будет работать, но у него кто-то может, там качка наверху, кто-то оболгатится, может повредить его, кто-то сесть на него, может, в отсеке, потому что там тесно, и не очень удобно. Это не очень надежно применять. Судя по архивным видео и фото, сторонником такого бесшабашного управления лодкой был сам Stockton Rush. Возможно, он подсмотрел эту технологию у проектировщиков военных самолетов, когда был инженером летных испытаний истребителя F-15. Но современный джойстик самолета, корабля, скоростного электропоезда, электромобиля и джойстик домашнего компьютера, это, как говорится, две большие разницы. Это дико. Основным пультом управления такое исключительно опасное техническое средство являлась вот игрушка, игрушечный контроль. Но в любом случае, если ты собираешься приближаться к Титанику в условиях различного рода придонных течений, то, конечно, различного рода миллисекундные задержки, они имеют значение. События вокруг Титана напоминают параллельную реальность, в которую не верятся. Здесь нарушаются все правила безопасности. На предупреждение экспертов никто не обращает внимания. А авантюрная самоуверенность Токтона Раша сметает все на своем пути. Поэтому мы решили рассмотреть все версии трагедии, в том числе самые невероятные. Некоторые блогеры выяснили, что перед круизом миллиардеры-путешественники накопили долгов на общую сумму 950 миллиардов долларов. В списке кредиторов самое могущественное военное ведомство мира Пентагон и влиятельнейшие люди на планете. Семья Ротшильдов и Джордж Сорас. Такие достанут хоть со дна морского. Может быть, это изощренная казнь? Там очень сложная ситуация на самом деле, потому что там были очень богатые люди, от которых много чего зависело, и поэтому избавиться от таких людей. Нет человека, нет проблем. Это формула, которая существует очень давно. Можно делать все, что угодно, но если нет человека, то все. А может быть, это хорошо сорежиссированная инсценировка? Мотивы для исчезновения могут быть разными. От политических убеждений до нежелания платить многомиллиардные налоги. К тому же останки путешественников так и не нашли. Ну, мне кажется, это крайне маловероятно. Надо, чтобы интересы двух миллиардеров спрятаться, а не совпали. И английского, и пакистанского. В эпоху биометрии, электронного сыска, электронного шпионажа спрятаться даже миллиардерам исключительно тяжело. То есть это надо как-то сменить личность и тому подобные вещи. А, значит, допустить то, что это розыгрыш, и они через некоторое время появятся в камерах и помашивают нам рукой, ну, я думаю, считаю, что это вздорная идея. Это же очень маленькое судно. Его-то разломало просто-напросто в труху. Вероятно, что найдут еще останки людей, но она просто ничтожна. Что же стало фатальным для Титана? Зависающий джойстик, бочкообразная форма, непредсказуемый карбон, иллюминатор для малых глубин, отсутствие радиомаяка или что-то еще, эксперты продолжают спорить. Они исследуют обломки аппарата, пытаясь понять, где же тут инновации, порожденные компанией Ocean Gate. Но в одном сходятся все. Это мгновенная смерть пассажиров. Профессор в области медицины катастроф Международного университета Флориды и бывший офицер ВМФ США Эллен Марти так и заявила каналу CNN. Вся конструкция сколлапсировала прежде, чем люди внутри вообще успели понять, что что-то идет не так. В конце концов, среди множества способов умереть, этот самый безболезненный. Трагедия с батискафом Титан оставляет массу вопросов без ответов. Ради чего богачи решили нырнуть на глубину в бочке с одним окошком, да еще заплатили за это по 250 тысяч долларов каждый. Как такое возможно в стране, стремящейся быстрее всех вернуться на Луну, построить колонию на Марсе, а на Земле остаться верховным судьей над всей человеческой цивилизацией? Риск, конечно, благородное дело, но для ученых, профессиональных исследователей, специалистов, а не туристов. Такие приключения, по-моему, больше похожи на осознанное самоубийство. С вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова